Ребята, всем привет! Добро пожаловать в еще одно видео из серии «Кто хочет стать миллионером?». Сегодня мы узнаем, соответствует ли ваш уровень английского уровня Advanced не только в плане вашего словарного запаса, но и знания грамматики. Будут вопросы по инверсии, идиомам, артиклям и продвинутой лексике. Всего 8 вопросов и 8 правильных ответов отделяют вас от того, чтобы написать Millionaire в комментариях, поэтому не тратим больше времени и начинаем. Вопрос номер 1, которая из идиом не имеет отношения к картинке, которую вы сейчас видите на экране. Правильный ответ — вариант C. И да, в английском есть идиома to be over the moon, которая означает быть на седьмом небе от счастья. Но идиомы to be on top of the moon, к сожалению, не существуют. То есть мы как бы говорим над луной, over the moon, а не на луне, on top of the moon. Все остальные варианты на экране — это идиомы, которые обозначают то же самое, что идиомы to be over the moon. А именно, что человек очень счастлив, просто наверху в блаженство или дословно ходит по воздуху на седьмом небе, на девятом облаке или даже ходит по солнышку или солнечному свету. Про влюбленного человека можно сказать... То есть теперь-то он понял все эти клише о поющих сердцах, чувстве окрыленности и пребывании на седьмом небе от счастья. Если вы счастливы, очень счастливы, то вместо слова happy или одной из идиом, о которых мы только что поговорили, вы также можете описать свои ощущения, сказав Он был в восторге от знакомства с Илоном Маском. Переходим ко второму вопросу. Итак, слово solely означает... Правильный ответ — вариант B. Те, кто ответил правильно, ставьте себе второй плюсик или галочку, потому что вы на верном пути к тому, чтобы стать миллионером в этой игре. Solely — это наречие, которое может переводиться как только, единственно или исключительно. По сути, слово solely может быть синонимом к слову only или entirely. Например, если ваш ребенок постоянно требует купить ему какую-нибудь собачку или кошечку, и вы, наконец, скрипя сердце, не застиснув зубы, ему ее покупаете, вы можете процедить что-то вроде... Смысл будет тот же, что если бы вы сказали... То есть кормить его, выгуливать и заботиться о нем будешь сам, это только твоя обязанность. Слово solely происходит от латинского solo, что в переводе означает «одна». Если вы знаете другие романские языки, то вы, скорее всего, встречали слово solo в итальянском, solamente в испанском или solmone во французском. В английском же слово solo означает то же самое, что и в русском, это solo или сольная партия. То есть когда вы поете, и вам никто не помогает. Настало время для третьего вопроса. Выберите артикли, которые должны стоять на месте пробелов. Варианты ответов. Три определенных артикля. Два определенных артикля, один неопределенный. Два неопределенных, один определенный. Или неопределенный, определенный, а затем неопределенный артикль. Ответ под номером D является верным Дело в том, что мы используем нулевой артикль, то есть не ставим артикль вообще Перед существительными во множенном числе, когда говорим про них в общем без уточнений В данном предложении речь шла о людях в целом, всех людях, без уточнений или обозначения конкретной группы людей Насчет слова society, мы никогда не используем артикли перед этим словом, если имеем в виду общество В таком случае слово society является неисчисляемым, так как мы говорим об обществе в целом А так как нам известно, с неисчисляемыми существительными правила такое же, как и с существительными во множенном числе Мы используем нулевой артикль, если говорим о них в общем Если же существительное society имеет значение объединение или организация То оно сразу же становится исчисляемым и может употребляться как с определенным, так и с неопределенным артиклем Например, можно сказать They formed a small society А вот перед именем организации плюс самим словом организация мы всегда используем определенный артикль Потому что понятно, о какой организации идет речь Есть, кстати, такой фильм, который называется The Dead Poets Society Тут как раз-таки самое время употребить артикль Да, потому что у организации есть ино, что делает ее конкретной, а не одной из многих Наконец, мы используем определенный артикль перед словом attention, поскольку после него идет описание, начинающееся со слова of Это описание делает слово attention определенным или конкретным На самом деле, есть такое негласное правило, которое можно назвать the plus noun plus of По этому правилу практически всегда, когда после существительного следует описание, начинающееся с предлога of Перед этим существителем ставится определенный артикль Например The percentage of water The number of people The amount of sugar И так далее Если вы чувствуете, что несмотря на достаточно продвинутый уровень английского Вы все еще делаете ошибки с артиклями То регистрируйтесь на наш курс Этот курс для вас, если вы знаете уже очень много умных слов Но когда речь заходит до письма, начинаете сомневаться Как правильно или более естественно употребить то или иное слово Если вы быстро пишете на английском, но предложения получаются простые или анаобразные Или если во время разговора вы хотите передать весь спектр ваших эмоций Но в итоге не знаете, что сказать вместо банального Со всеми этими проблемами мы разбираемся на марафоне Помимо полезных лекций по грамматике и лексике, которые нужны, чтобы повысить ваш общий уровень И получить высокие баллы на Toffle Iles В марафоне также будет очень много информации об обучении в США Маркетинге, рекламе своего продукта, американских политических и юридических новостях Экономике, бизнесе и, конечно же, особенностях работы в американских компаниях Плюс все участники научатся оценивать эссе, говорить в деталях на разные темы Искать обучающие программы в Гарварде и даже разработать свою собственную рекламу, продукты или услуги Регистрируйтесь на курс, ссылка с промокодом будет в описании И также по случаю 23 февраля у нас сейчас действует скидка 30% на все марафоны и интенсивы Так что, возможно, если ваш уровень еще не такой продвинутый Вы можете выбрать тот интенсив, который нравится именно вам И забронировать его со скидкой Мы же двигаемся дальше Следующий вопрос Какое слово пропущено в предложении, которое написано на экране? His mother took him to church with her And coming home had him repeat the text and the sermon A. Relocate B. Solder C. Titter D. Recapitulate Правильный вариант – ответ B Кто ответил верно, вы получаете еще один балл В данном предложении слово recapitulate является глаголом и обозначает резюмировать, кратко повторить что-то, что было сказано до этого Например, в конце узнавать, что говорящим можно сказать So, to recapitulate, I've discussed three points И затем назвать три момента, о которых речь шла в докладе Слово recapitulate вызывает, если не страх, то как минимум сомнения у большинства изучающих английский, потому что кажется, что оно как минимум означает что-то связанное с капитуляцией Но на самом деле переводится оно весьма просто и понятно Читая лекцию по экономике, я могу сказать То есть, подводя итоги, можно сказать, что все права и ценности развития принадлежали государству Подводя итоги, личная выгода и конкуренция являются очень важными экономическими силами To recapitulate, это сокращение от recapitulate Поэтому, если хотите, вы можете запомнить и использовать эту сокращенную и более короткую версию Слово recapitulate можно использовать не только в начале, но и в середине предложения Например, если я хочу сказать, что пыталась перечислить все грубые имена, которыми Джеймс обзывал руководство Я скажу Кстати, слово sermon в изначальном предложении это проповедь Произносимое священником в цепле, поэтому мама мальчика попросила его пересказать или резюмировать проповедь по пути домой Вопрос номер пять Как не называют человека, который является козлом отпущения, то есть того, кого обвиняют во всех смертных грехах Это был достаточно простой вопрос Те, кто выбрал ответ D, молодцы Действительно, a fall guy и a patsy Это два разговорных выражения, которые часто используют в Северной Америке для того, чтобы писать человека На которого свалили вину за преступление или за какую-то другую оплошность Например, вы можете сказать То есть на него можно быстро и просто свалить всю вину, и он даже не будет возражать В то же время этот самый Джош, узнав, что его опять чем-то обвиняют, может возразить и сказать Я устал быть козлом отпущения, почему меня всегда обвиняют во всех смертных грехах То же самое касается и scapegoat Причем здесь, в принципе, и перевод не нужен Это практически дословный перевод русского выражения козел отпущения То есть тот, на кого сваливают вину за ошибки или действия других В особенности, если дела идут плохо В этим же это просто жертва или пострадавший А совсем не козел отпущения Поэтому это и будет правильный ответ Шестой вопрос Он протестирует ваше знание грамматических конструкций на уровне advanced, а именно инверсии Ваша задача выбрать предложение, в котором инверсия использована правильно А. А. 18и А. 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 but it has also resulted in the world becoming one global village. И правильный ответ – вариант под номером A. Смотрите, те, кто выбрал предложение C, тоже отчасти правы, потому что грамматически предложение C является верным. Но, к сожалению, в нем нет инверсии. Кстати, для тех из вас, кто не знал, инверсия – это перестановка мест подлежащего и сказуемого. Они просто меняются местами, как это происходит в вопросах, например. Однако, по мнению вопросов, инверсия также может использоваться в утвердительных предложениях для того, чтобы эмоционально выделить самую важную часть предложения. Чтобы правильно построить инверсию, нужно вынести not only из середины предложения, как это было в варианте C, в самое начало, а затем поменять местами подлежащее и сказуемое в первой части предложение. Вторая часть предложения при этом не меняется. Вы спросите, зачем нам это делать? Я отвечу. Предложение с инверсией звучит намного более драматично и помогает нам точнее передать вашу мысль. Not only has the advent of technology transformed the way people communicate, but it has also resulted in the world becoming one global village. То есть появление технологий не только изменило способ общения людей, но и привело к тому, что мир превратился в одну глобальную деревню. То есть, в принципе, инверсия нам дана для того, чтобы мы могли акцентировать внимание на каком-то вопросе и сделать предложение таким более dramatic. Переходим к седьмому вопросу. В этом задании вам нужно выбрать правильное предложение из всего двух вариантов. Правильное предложение – это вариант A. have означает сократить двое или поделить пополам. Допустим, если цена опустилась с 20 долларов до 10 долларов, это значит, что the price halved, то есть сократилась вдвое. Обратите внимание, что нельзя сказать decrease twice. Нельзя, потому что это означает, что цена уменьшилась два раза, а не в два раза. То есть из фразы the price decreased twice можно сделать вывод, что цена могла измениться сперва на 2 доллара, а потом, например, еще на 3 доллара. И это никак не означает, что она уменьшилась вдвое. Она просто дважды уменьшилась на непонятное число. Поэтому предложение B неправильное. И, кстати, если вы хотите сказать, что цена повысилась с 10 долларов до 20 долларов, то тоже не нужно говорить the price increased twice. Используйте слово double. The price doubled. И последний вопрос. В данном предложении слово meticulous означает Вариант A является правильным ответом. В данном предложении слово meticulous – это прилагательное, которое означает тщательный или дотошный. В хорошем смысле слова. Простыми словами человек, который называет себя meticulous – это тот, кто внимательно относится к деталям и является таким скрупулезным. И если речь идет про вашего бухгалтера или хирурга, то поверьте мне, вы будете очень рады, если он или она окажется meticulous. Латинский корень слова meticulous – это metas, что означает страх. То есть meticulous person – это тот человек, который боится того, что же случится, если вдруг он или она не будет достаточно внимательным к деталям. Синонимами к слову meticulous могут быть detail-oriented или perfectionist. Пианисты, выступающие на концертах, должны быть meticulous, потому что публика всегда прислушивается к неправильным нотам. Концерт пианисты must be meticulous, because audiences are always listening for wrong notes. Если бы у меня была юридическая фирма, которую я бы хотела прорекламировать, я бы сказала То есть наши адвокаты известны своей тщательной подготовкой к судебным разбирательствам по всем нашим делам. А вот говоря о своем друге, я могу сказать То есть он скрупулезен во всем, что делает. Вот и все. Не забывайте писать millionaire в комментариях, если вы правильно ответили на все вопросы. Если вы сделали одну или несколько ошибок, то поделитесь со мной в комментариях, какой вопрос или какие вопросы помешали вам стать миллионером на этот раз. Не забывайте, что в нашей закрытой группе в Телеграме мы весь месяц публикуем разные задания по темам видео на ютубе. Так что если вдруг вы не знали каких-то слов из этого видео, то бегом практиковаться. Просоединиться можно будет по ссылке в описании. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Всем удачи, пока-пока. Пока.